Добрый день! Документы готовят? Здравствуйте! Добрый день! Документы готовят? Документы готовят? Шайку подпольных криптовалютчиков выловили в Екатеринбурге полицейские по ходу рейда, приуроченного не иначе как ко дню защитника Отечества. Состоялся он в самом подходящем для Великой Отечественной проверки месте на сортировке, где концентрация импортных граждан по понятным причинам наиболее высока. Проверяли по большей части заведения, обслуживающие мигрантов по части быта и общепита, где чужие почти не ходят. Открытия ждали полицейских порой не самые приятные. Местные кафешки. Вот так вот разложено мясо. Здесь же находятся очистки, лучок, картофель, какое-то пшено. Нет, это горох, морква. Короче, полная антисанитарея. Яблочки. Различные кувшинчики. Плов. Плов, да? Ну, это еще как бы более-менее предсказуемо и ожидаемо. А вот использование кафешки на улице Технической в качестве базы для валютных операций, согласитесь, не каждый день обнаруживается. В одном из подсобных помещений нашлась небольшая, но вполне себе функционирующая майнинговая фирма. Биткоины капали кому-то на счет в обмен на пожираемое электричество, ноутбуком и десятком достаточно мощных процессоров. Выяснилось, что подключение к электросети этой фермы было незаконным, а оборудование изъято, но чета соответствующая проверка. Также отдельной проверки удостоился иностранный гражданин 22-х лет от роду, который, зная, что документы у него, мягко говоря, не совсем в порядке, попытался это дело уладить через Колым. Попытку дачи взятки должностному лицу соответствующим образом зафиксировали. Всего было проверено 136 пациентов, 27 из них, то есть каждый пятый, оказался незаконно находящимся на территории России. Попутно еще 25 протоколов было составлено за распитие в неположенном месте, за появление в общественном месте в неприлично накушатом виде и за езду на машине с чересчур тонированными стеклами. Продолжение следует...